Итак, у нас запущена программа Adobe Premiere. В принципе, любая более-менее свежая программа Adobe Premiere, она всё, что я буду сегодня показывать, поддерживает. То есть, за последние, скажем, там, даже лет 5, наверное, особо ничего не менялось. Вот именно из тех опций, которые сегодня я покажу. Да, есть хорошие и серьёзные изменения у свежих версий. И, может быть, как-нибудь мы посмотрим, что менялось в Premiere в последнее время, какие фишки. Но сегодня мы смотрим такие очень простые операции, поэтому практически любого примера будет достаточно того, чтобы сделать то, что я сегодня показываю. Итак, мы создаём новый проект, New Project. Тут выскакивает куча настроек. Мы это всё не трогаем. То есть, как вот есть, так и есть по умолчанию. Единственное, что стоит, дать название в соответствии с текущей датой. То есть, вот у нас 16, напишу Москва. И готово. Проходит какое-то время, он создаёт это вот поле проекта. И дальше мы с ним работаем следующим образом. То есть, что мы делаем? Мы заходим в ту папку, где у нас находится исходное видео, куда мы его скачали с помощью OK Downloader или какой-то другой CSS. Вот это и вот, как он называется, Save from Net программы. Неважно. Берём вот это видео и перетаскиваем сразу же на таймлайн. Чтобы таймлайн был открыт, надо зайти в Windows Workspace и выбрать Editing. Или Alt-Shift-6 нажать. Ну, то есть, у вас будет вот такое устройство инструментов. Итак, вот берём и на таймлайн, который у вас доступен именно вот в рабочем пространстве Editing, мы сюда вот таким образом вытягиваем. У меня, видите, сразу есть просчитанные аудиокусочки. Видите здесь внизу? Это потому, что я сегодня уже немножко это смотрел и проверял, и они как бы запомнились. То есть, Premiere помнит, что вот эти места я уже проигрывал. Поэтому здесь пики просчитаны. Пики у меня выключены в Preference Timeline. Таким образом, у меня облегчается работа премьера. Я показываю, как это делается. В Edit Preferences нужно в Audio Hardware... Нет, в Audio... Галочку снять с момента Automatic Audio Waveform Generation. Вот эту галочку я предлагаю снимать. Вот. И ОК нажать. И у вас тогда не будет компьютер подтормаживать, потому что, ну, аудио, как правило, еще просчитывается в другой программе, в какой сейчас мы поговорим. И нет смысла дожидаться, чтобы он эти, как это называется, пики проставлял. То есть, мы это можем сделать... Нам они не нужны для работы сейчас. Чуть позже они нам понадобятся. Я покажу, как их построить. Все. Видео загружено. Значит, да. И будем дальше с ним работать. Следующий этап это... Это редактирование аудио. Давайте время тоже зафиксирую. 12.37. Аудио в лекции я предлагаю редактировать в программе Adobe Audition. Можно ее даже не запускать. Пускай она будет у вас установлена на компьютере. Кликаете правой... Значит, сначала правой кнопкой на том видео сегменте, с которым планируете работать. Потом... Начало получается левой кнопкой, потом правой кнопкой на аудио. И вот в этом выпавшем списке выбираете Edit in Adobe Audition. Что делает в это время компьютер? Он идет... Как это называется? Перестраивает непосредственно этот аудиоряд в отдельный файл. Видите, он пишет Render and Replace. Он его просчитывает, создает отдельный аудио... Очень качественный аудиоряд. В смысле, насколько возможно, чтобы там не было потех. То есть, это не MP3, это Wave. Он достаточно много по этому месту будет занимать. В этой же папке, где у нас лежит этот звук. Вот можете посмотреть. У нас вот папочка была только один видеофор. А вот появился Wave. И когда этот Wave создан, автоматически запускается программа Adobe Audition. И здесь она обсчитывается. Вот видите, у нас уже все пики. Все, все, все. Вот, добро пожаловать. Прекрасное аудио. Я смотрю, как хорошо записалось. Вообще, ну, то есть, фактически не к чему придраться. Я сейчас объясню, к чему надо придираться чуть позже. Вообще, что нужно оставлять. И почему я считаю, что это хорошее аудио. Ну, у них был перегруз по звуку, честно. Вот я вижу по правому каналу. У них вот, по левому каналу. Видите, пики прям упираются в края. И мы должны это сделать немножко потише, чтобы это... Но все равно они уже записались. И таким образом там, как бы, такие потери произошли. То есть, это аудио хорошее, и оно очень громкое. Но оно, видите, с перегрузом, с очень, как бы, очень громкое. Надо, конечно, следить за этим непосредственно при записи аудиолекции. Но это была трансляция. В принципе, хорошо, что она вообще состоялась. Что вчера были проблемы с интернетом. Вот, ну, все по милости Господа разрешилось, в конце концов. Значит, аудио у нас открыт. Я хочу сразу сказать, что Adobe Audition должен быть в той же версии, ну, скажем так, того же времени выпуска. Версии-то у них сильно расходятся. Того же, той же даты выпуска, что и Adobe Premiere. Иначе вот так вот открыться он не сможет. То есть, что у меня за Adobe сейчас, Adobe Audition стоит? У меня стоит версия 22.00. А Premiere у меня стоит, Help, а то Premiere Pro 22.00. Нет, все-таки, да, действительно, они следят за версиями, чтобы бутаницы не было. Да, я просто помню, что как-то там эти даты, версии немножко рассинхронизировались. Вот сейчас они одну и ту же цифру пишут, да, видите. Build 22.00, да, и это значит, что мы можем с этой версией работать. Все. И поэтому она открывается автоматическим образом, поскольку они друг друга узнают. Значит, видите, у нас сейчас будет работа с отдельным каналом. То есть, нам нужно левый канал чуть-чуть сделать потише. То есть, мы правый отключаем. Вот здесь вот справа правая кнопочка такая есть. Нажимаем на нее. И у нас таким образом отключается полностью работа с правым каналом. Выделяем все. Можно Ctrl и нажать. Можно вот так вот выбором сделать. Не важно, да. И делаем немножко уменьшение звука. Видите, вот они подсечены. То есть, они практически упираются туда, да. Все. Мы это сделали. Звук у нас есть. Кстати, я почему-то подумал, что нам хорошо бы будет... Ну, раз у нас перегруз по левому каналу, может, мы туда переложим весь правый канал. Давайте мы с ним сейчас попробуем поработать. А потом просто правый канал возьмем, полностью скопируем и вставим в левый. Да, возможно, если там по звуку записывались разные инструменты, когда музыка играла, то, может быть, будут какие-то потери. То есть, если звукач, к примеру, там, Мриданго, Мриданго, это барабан такой, и, допустим, клавиши, гармонию, гармонику, да, разводил по разным каналам. То есть, Мриданго больше в левом канале стучало, в левое ухо гармоника вправо. Если мы скопируем содержание одного канала, вставим на второй, у нас вот эта вот разница вся потеряется. То есть, это, ну, как бы нужно делать только в особых случаях. Ну, вот здесь вот перегруз по левому каналу, очевидно, надо будет это сделать. Возвращаемся в правый канал. Кстати, нужно сейчас оба канала включить, потому что мы сейчас будем делать шумоподавление. Шумоподавление делается только на обоих каналах месте. Каким образом? Выбираем место, где была тишина. Вот прям тишина, никто не шипел, не пикал, и прям вот было тихо-тихо. Чем более тихое место мы найдем, тем лучше, потому что любой дополнительный шум, там кто-то чихнул, что-то там произошло, это помешает удалению натуральных шумов. Как я вообще, в принципе, понимаю, что здесь есть шумы? Ну, вот они, вот видите, такая вот полосочки такие вот присутствуют. То есть, здесь не одна линия спокойная, вот она, видите, собирается в такую кишку, как бы, да? То есть, если это есть, то это значит здесь шумы, потому что здесь же ничего нету, можно прослушать даже, видите? Выбираем вот этот вот кусочек, заходим в эффекты, noise reduction, capture, noise print. То есть, мы забираем весь кусочек, этот как образец тишины noise print. То есть, там есть только шумы. Теперь смотрим, где у нас закончилась музыка. Вот здесь вот у нас еще хлопают. Мы эту часть потом обрежем. Все. Да, слышите, как перегрузка идет по звуку? Я надеюсь, в вебинаре это тоже слышно. И вот получается, от этого места до конца я выбираю полностью весь остаток. То есть, там в конце музыки нету. Я знаю, но можно было бы, конечно, встать и послушать. Видите, там другой человек просто говорит. И видно, как перегрузка идет уже даже по обоим каналам. Да, это, что, в принципе, вообще не хорошо. Так, значит, как идет перегрузка, как мы это видим? Вот эти вот появляются красные пятнышки вот здесь после нуля. То есть, если мы слушаем, то там они как бы подскакивают. Левый-то канал мы уже заглушили, а в правом у нас все еще перегрузка есть. Но там, где говорит Александр Геннадьевич в середине, вот здесь вот, да, там этого нету, поэтому мы поработаем с этим. Значит, у нас в памяти есть кусочек шума. Мы выделили полностью место, где у нас нет музыки. Сейчас объясню, почему мы выбираем всегда кусок без музыки. Если мы шумы будем понижать и в том месте, где есть музыка, у нас могут быть проблемы с восприятием инструментов. Потому что если для голоса шум это не так значительно, не так бросается в глаза, когда мы из голоса убираем шумы, то из музыки, когда мы убираем шумы, так как там задействуются все диапазоны, все, как это сказать, частоты звуковые, звуковой волны, то там могут быть потери, и музыка больше может восприниматься неправильно. Поэтому, как уж музыку записали, пускай так она остается. Просто редактируем именно шум на... Редактируем шум только на тех местах, где идет звук. Итак, заходим в эффекты. Noise Reduction, Noise Reduction Process. Вот видишь, Ctrl-Shift-P. И вот применяем Apply. Там все настройки по умолчанию, я их особо не меняю. Сейчас пока все это происходит. Я специально взял очень короткий, маленький кусочек лекции. То есть это чтобы вас не мучить, потому что реально процедура иногда очень долго происходит. Особенно вот то, что связано с обработкой звука. Что он сразу тут же прям автоматически применяется, эти все настройки. И он чуть-чуть, видите, подтормаживает. Следующий момент. Нам нужно немножко выровнять пики. Вот здесь, где Александр Геннадьевич говорит, нужно посмотреть, как низко опускается пик его, когда он говорит негромко. Где-то в районе минус 5. Где-то вот здесь. Ну, минус 6 бывает. Ну, в общем, немного. Давайте сделаем минус 4,5. Так, я, кстати, зря сделал так разводеление. Давайте еще раз найдем место, где началась сама, извините, лекция. Ну, да, где уже голосом. Все это выбираем. Теперь, к этому куску, где идет сама лекция, мы применяем такой эффект, как эффект Amplitude Compression, Tube Modeled Compression. И вот здесь давайте поставим ну, минус 4 и повысим на 3 единицы. То есть, сразу же. То есть, идет минус... А остальные все настройки те же самые. Обратите внимание, еще раз, какие были. Эффекты Amplitude Compression, Tube Mod Compressor, да. Минус 4, 3, 5, 0, 500. Вот эти вот настройки просто примите, чтобы для себя ставить. Как я определил минус 4,3, я увидел, где голос опускается достаточно низко у Александра Геннадьевича. И вот эту цифру, минус 4, сюда вбил, в Threshold. Output Gain, я потом добавил громкости на 3 единицы. То есть, минус 1, как сказать, плюс 1, будем так говорить. Поэтому минус 4, здесь тройка. А 5, 0, 5000, это стандартный. 5, 0, 5000, это настройки по умолчанию. Всегда используйте только их. Так, что-то у меня тихое. Сейчас послушаем. Сейчас, как у нас тут идет. Нет, прям впритык. Все. Теперь, значит, перегрузку меняем. То есть, что мы делаем? Edit. Так, точнее, извините, эффекты. Amplitude Compression. Hard Limiter. И давайте только выберем весь звук. Потому что у нас везде эти могут быть. То есть, и в музыке. На музык Hard Limiter надо делать. Effect. Playfied Compression. Hard Limiter. Минус 1, 0, 7, 100. Это практически по умолчанию. Все настройки. И я их не меняю. Что он делает? Он обрезает верхние пики, чтобы они не превышали, не было перегрузки. То есть, если даже где-то она образовалась, то ничего страшного. Теперь, значит, очень интересный момент. Мы переносим часть, ну, как бы полностью правый канал в левый канал. Это есть возможность сделать в премьере. Ну, так как звук мы полностью практически редактируем здесь. Давайте мы здесь все это и, как бы, организуем. Более того, мы можем вообще, как бы, потом в моно записать. И вообще будет с этим вообще никаких проблем не будет. Ну, в общем, решим чуть позже. Итак, выбираем только правый канал, левый выключаем. Ctrl-A, Ctrl-C. То есть, видите, я скопировал все. Переходим в L. R отключаем. Ctrl-V. Видите, все полностью, все, что было в нижнем, в левом канале, ой, в правом канале, все перенес в левый канал. И у меня абсолютно одинаковый звук и там, и там теперь. То есть, можно сказать, моно. Сохраняем файл и выходим из Adobe Audition. То есть, больше нам здесь делать нечего. Если были бы какие-то вопросы по аудио, я бы, может быть, на них ответил. Но, по-моему, все и так пока ясно. Так как мы сейчас будем работать и с видео, и с аудио, там будет некий момент синхронизации, вот как раз сейчас нам очень нужно сделать клип generate audio waveform. Единственное, что бывает такой момент, я хочу на ваше внимание на него обратить, что иногда замена аудио-видео на это уходит определенное время. То есть, иногда требуется серьезное время для того, чтобы... Иногда требуется достаточно серьезное время для того, чтобы этот аудиофайл заменился. То есть, дожидайтесь, когда он заменится. Иногда это сразу не очевидно, что уже то обновленное аудио, оно уже сюда пришло. Итак, как убрать ансинхрон аудио и видео? Давайте посмотрим вообще, что вам присутствует. Вот начался звук. С этого нужно начинать наше звук. Александр Геннадьевич открыл рот чуть позже. То есть, очевидно, что у нас происходит определенный аудио-синхрон. Как его лечить? У нас есть все пики, мы по ним можем ориентироваться. Нам теперь просто нужно вот этот пик, где начинается звук, мы сюда должны поставить соответствующее видео. Чтобы у нас была возможность менять аудио отдельно от видео, нам нужно чуть-чуть отодвинуть от начала клипа на некоторое расстояние. Это раз. Во-вторых, правая кнопка сделать такой анлинк, расконнектить аудио и видео, так как мы будем сейчас их двигать немножко по-разному. Итак, вот здесь вот началось. Да, поехали. С этого нужно. Вот видите, звук пошел. Начинает нашелись. А вот рот впервые открылся где-то вот на этой секунде. Давайте здесь сделаем метку. нажимая кнопочку M и пытаясь вот это вот место подвинуть на начало звука. И проверяем. И теперь уже проверяем. То есть, как это происходит. С этого нужно начать? С этого нужно начать? Нет, не попал. То есть, здесь просто Александр Геннадьевич просто приоткрыл рот, но слово сказал чуть позже. Где-то вот здесь. Ну вот таким вот методом С этого нужно начинать. Видите, и все еще не попадаем. Еще чуть-чуть. С этого нужно. Еще чуть-чуть. С этого нужно начинать. Все, уже близко. Прямо видите, уже почти попадаем. Давайте посмотрим следующую фразу. Вот нужно прям найти, где рот приоткрыт. И что он как раз соответствует вот этому пику. То есть, прям вот один в один. Здесь вообще вот эти настройки, секвенции, они такие же, как у скачанного файла, а именно 30 кадров в секунду. Иногда удобнее поставить, скажем, 60 кадров в секунду, чтобы более точно подгадывать вот именно плюс-минус вот эти вот кадры. То есть, иногда это прям более точно, чтобы более точно попадать, нужно добавить кадров в этой секвенции. Итак, Sequence, Sequence Settings. Вот здесь вот выбор как раз скобка кадров в секунду у нас идет. Ну, в принципе, вот более-менее попали. Если бы я вот прям сейчас не на вебинаре занимался бы именно этой лекцией, я бы, может быть, еще пару мест бы нашел и послушал. Удалось мне вот этот вот рассинхрон сделать. Здесь это очень хороший образец. То есть, здесь просто разошлись аудио, видео по всему, по всей длине. Бывает, что записано на смартфон, там плохое качество, и в одном месте ты подвинул, а в другом месте, наоборот, ну, как бы все съехало. То есть, бывают сложные видеофайлы, как с ними работать. Это отдельный разговор. Мы сейчас говорим про то, что у нас просто есть однопотоковое видео, однопотоковое аудио, ну, в том плане, что они не, как сказать, ну, как бы полностью коррелируют по времени, но просто находятся немножко в разных положениях. И вот это положение мы здесь находим. Итак, слушаем вот этот кусочек. И все это находится в едином пространстве. Все. Можно сказать, что мы попали. Выше вопросов нет. Двигаемся дальше. Так вот лечится рассинхрон. Бывает, что важно, видите, концовка-то у нас получается, звук уже ушел. Выточнее, видео уже ушло, а звук еще остался. То есть, концовку нужно и начало немножко все-таки коррелировать, чтобы тоже не вместе лить. С левой стороны подсвист микрофона, это конец лекции. Мы здесь уже просто сейчас будем работать непосредственно с видео. Редактирование видео. Давайте посмотрим начало и концовку. Я думаю, да, здесь мы закончим. Зачем заканчиваем, Александр Геннадьевич, где нам нужно его оборудовать. Спасибо огромное всем за внимание. Это аплодисменты. Спасибо большое. Кучился дядинка. И у него видите лекцию. Дорогие друзья, сейчас будет возможность подписать книги, если такое желание есть. Вот здесь мы организовали книги, столик с книгами. Можно приобрести. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за удивительную лекцию. Дорогие друзья. Я думаю, что про книги там уже разговор. Я думаю, что вот здесь до аплодисментов мы сокращаем. И аудио, и видео, они у нас идут вместе. Смотрите, какую штуку сделал. Правой кнопкой я кликаю на аудио и делаю Apply Default Transition. То есть здесь у меня уходит видео в темноту. Раз, и все затем нет. И то же самое делаю со звуком. То есть отдельно для аудио, отдельно для видео, тоже Apply Default Transition. Длительность я ставлю одинаковую, что у аудио, что у видео. Я вот недавно делал один интересный ролик. Чуть позже его, может быть, покажу, как он смонтирован. Мне нужно более длинные переходы. Именно поэтому выглядит это все сейчас вот так вот очень... Ну, короче говоря, видеопереход очень такой долгий. Мне такой не нужен, поэтому я его сократил. Это видео-аудио-переходы. Их длительность. Давайте вместе сейчас поправим. Edit Preferences General. Ой, не в General, извините. В таймлайне, конечно. Ну, сейчас откроется в любом случае Preferences. Это настройки, да. И в таймлайне мы сможем указать, что Audio Transition будет в течение, допустим, полусекунды, 30 кадров в секунду. А это Video Transition. А Audio Transition тоже скажут, что полусекунды. И сейчас они будут одинаковые, одинаковой длины. Только здесь помните, нам нужно... У нас сдвинулось аудио-видео, поэтому мы их выравниваем. Я бы хотел, чтобы музыка началась с красивого какого-то аккорда, чтобы не просто из пустоты, а как-то красиво началась. Ну, в принципе, нормально. Вот, может быть, где-то вот здесь тут уже начинаются ключевые слова. Apply Default Transition. Apply Default Transition. Вот видите, одинаково, да? Потому что я знаю, что у меня 60 кадров в секунду, полусекунды это 30 кадров. Они сейчас одинаковые стали. Чтобы вначале тут не оставалось пустого места, можно сделать следующую вещь. Можно выбрать обе и подвинуть, что не очень удобно. А можно правой кнопкой кликнуть на пустое место и сказать Rip Delete. И вот он тогда встанет на место. И все будет хорошо. В принципе, все. Вот мы с вами немножко подредактировали видео, то есть мы добавили такой эффект затемнения. Немножко подредактировали аудио. Ну, значительно больше. Что мы еще можем сделать? Мы можем убрать какие-то куски, где у нас есть пауза. Вот там, где убирали инструменты. Вот это все история. Давайте попроверим. Найдем это место. Маленький пример медитации связанных также с музыкой, священными текстами. Здесь уже Александр Иванович рассказывает. Очень красиво. Аплодисменты. Можно вот здесь подрубить. Это был. Вот. И вот со слов «это был» мы как раз это будем рубить. Рубится все инструментом. Называется Razor Tool. Сейчас я вам каких-то сложных таких операций и ускоряющих процесс не показываю. Просто берите Razor, режьте там, где нужно убрать. Режьте там, где вот этот кусок заканчивается того, что нужно выбирать. Выбирайте эти два куска. Мы смеем 2, потому что у нас отдельное аудио и видео. И правой кнопкой выбирайте Rip Delete. Все. У вас все, как это называется, встанет на место. Между, чтобы не было такого скачка, скачка. Это видите. Мы сделаем еще то же самое о Plugged Fall Transition. Правая кнопка. Кликаем на любом кусочке. Видео. Ну, здесь ближе к концу. И аудио. Смотрим. Это был баджет. Видите, красиво. Вот такой мягкий переход. Чик. И все. И пошло дальше. Вот таким образом вырезаются какие-то паузы. Если в лекции есть какие-то моменты, связанные с тем, что плохо очень слышно человека, он не записался там, ну, короче говоря, он общался без микрофона, и его голос не записан. Я такие куски тоже вырезаю. То есть, в принципе, я оставляю только то, что... Спасибо огромное. Всем за внимание. Мне кажется, что концовку можно все-таки сделать чуть-чуть подлиннее. Ну, не концовку, а вот затихание. Прямо аплодисменты. Экспорт видео. Сейчас мы поговорим о том, как из готового видео мы могли бы сделать уже готовый видеофайл. То есть, вот из того, что мы с вами тут настроили, нарисовали, отредактировали видеофайл, отредактировали аудио. Все, у нас все готово. Для того, чтобы из этого сделать готовый файл. Выбираем все. Edit Select All. File Export Media. Здесь выбираете следующие настройки. В Export Settings. Это окно прям открылось. Оно у вас будет выглядеть совсем по-другому. У меня специально настроены шрифты крупные, чтобы мне глаза не портить, чтобы я все видел, где у меня находится. Видите, я немножко даже меняю здесь интерфейс. У вас вот эта часть, которая здесь у меня совсем заужена, она должна быть очень такой длинной, большой, красивой. Вниз уходит. А у меня, видите, здесь такой бегунок. Так что не пугайтесь, что немножко по-разному это все выглядит. Выбираем формат H.264. Следующие параметры вот здесь как раз в видео выбираем. Ниже мы указываем Bitrate. Bitrate нужно указывать тот, который, в принципе, был по умолчанию. Давайте посмотрим, какой Bitrate. Тут правая кнопка, кликаем на файле. Свойства. Подробно. И видим, что у нас была общая скорость передачи данных 1042 килобитов в секунду. То есть это 1 килобит в секунду. Давайте 2 поставим, чтобы не было сильно много. Use Maximum Render Quality. Здесь вот 2 галочки такие. Есть Rendered Maximum Dev и Use Maximum Render Quality. Обращаю вас внимание, по умолчанию они отключены, а нужно их включить. Будет рендериться чуть дольше, но эффект получится достаточно хороший и поэтому лучше задействовать. Значит, заходим в раздел Audio. Здесь выбираем... Я недавно смотрю настройки аудио для... Точнее, настройки видео, загружаемого на YouTube. Я увидел, что они очень хотят получать 480 килогерц. И я эту позицию принимаю. И они даже готовы принимать 320 килобит в секунду. Ну, хорошо. Нет проблем. Давайте выгрузим в таком самом максимальном качестве. Но мы загружаем видео и создаем видео в максимально возможном хорошем качестве, но без, как это сказать, преувеличений. Потому что если у нас исходное видео 1280, нет смысла делать Full HD. Ну, какой смысл эти лишние пикселы просчитывать, гонять туда-сюда. То есть, как оно пришло, так лучше и выгружать. И также нет смысла слишком большое ставить битрейт по аудио. Ой, по видео. Вот, видите, была у нас там единичка, я поставил двойку. А по аудио есть смысл ставить в максимальное качество, потому что это все равно копейки с точки зрения размера файла. Но потери по аудио они могут быть значимые. То есть, реально, звук может стать значительно хуже, если будет здесь не 320, а, допустим, там 64. Особенно это будет слышно, когда мы будем сравнивать музыку, слушая музыку на 64 килобитра в секунду и на 320 прям сильно. 300, кстати, как видите, это не максимум, можно и 512, но здесь уже, опять же, нет смысла так сильно такие настройки прям. Вот вы это все выбрали и вам надо это сохранить. Выбираете сейв пресет здесь, выбираете и нажимаете, что вы делаете? Я думаю, что вам нужно здесь обязательно сохранить вот эти настройки, чтобы в следующий раз все это заново вот так вот не пропикивать. И вы поэтому пишите название этого пресета вот сюда вот еще раз показываю. Вот сюда сейв пресет, нажимаете, выбираете аудио, ой, господи, видео лекция. Пусть будет. Пусть у вас будет эта настройка под рукой. В следующий раз, когда вы зайдете в эту настройку, вот смотрите, файл экспорт медиа зашли, чтобы вам все нужные настройки выбрать, вам достаточно выбрать H264, если что-то будет другое, и выбрать этот пресет, так называемый, видео лекция. Видите, вот я выбираю сразу все, все настройки, которые мы с вами только что выбирали, они все по автоматам все воткнулись. Ну вот, теперь я хочу показать, что мы будем делать дальше. Мы отправим эту лекцию на генерацию, а сами продолжим наше с вами замечательное общение. Чтобы нам не сильно мешало премьер, он, если вот нажать на кнопку экспорт, прямо сейчас полностью загрузит ресурсы компьютера, он будет очень медленно просчитывать и все это будет долго тянуться. А вот, если мы нажмем кнопочку QL, как мы сейчас это делаем, то запустится специальная программа, кстати, она тоже должна быть соответствующей версии, Adobe Media Encoder. И она очень классно работает, потому что она использует то количество ресурсов, которые свободно у компьютера, то есть она подстраивается. Вот до того, что если она видит, что мы продолжаем что-то активно монтировать в Adobe Premiere, она прям останавливается, ставится на паузу и дает нам спокойно и легко работать в Premiere. А когда мы заканчиваем активную работу в Premiere, она продолжает просчет вот этого ролика, который мы ей отдали. Вообще, просчет ролика это очень трудоемкая работа и очень сильно загружающая процессор компьютера. Adobe Media Encoder, вот это видео показалось, куда она все это сложит, сейчас давайте посмотрим, папочку видеоцитаты и нажимаем на проигрывание, вот здесь вот play, да, таким образом у нас будет сейчас все в шоколаде. работает Adobe Encoder, давайте посмотрим, сколько он планирует это делать по текущим, вот сейчас пока процессор не загружен. Давайте с Premiere выйдем, закрываем окно с сохранением и он показывает, что вот в этом режиме он будет работать 2 минуты 46 секунд. Загрузка на YouTube это очень простая тема и здесь нету ничего такого, что Premiere я вам покажу просто как я сам пользуюсь вот этими вещами. смотрите, добавляем плюсик вот на YouTube, заходите на свой, если у вас нету канала, здесь есть такая опция создать канал, выбирайте ее, там проходите все нам необходимые авторизации, все-все-все-все. Но когда у вас появляется канал, у вас в входе на YouTube появляется вот этот плюсик, создать. Если видите, там запись, трансляция, видео, вот мы добавляем сейчас видео, выбираю эту опцию, открывается отдельное окно в так называемой творческой студии. Studio.youtube.com, как другой немножко сайт, как бы загрузочный. Ну и работать с видео, менеджер видео ваших, трансляции, выбрать файлы. Да, да, вот видите, как сохранить отношения в мегаполисе. И мы специально сделали из этого видео совсем другое. Ну, то есть, надо подписать заголовок. Мы же из этой лекции вырезали нужную часть и назвали ее где-то на острые вопросы москвичей, взаимоотношения, Украина, кризис и многое другое. Видите, 114 символов из 100 доступных. То есть, нужно сокращать. Ну, слово анонс, понятно, нас уйдет. Еще 7. Так, Украина, кризис и многое другое. Слово что? Опять, три символа не хватает. Давайте подумаем. И другое. О, все. 96 символов. Все, вот это заголовок. Значит, здесь вот ставится виньетка. Вот я виньетку еще сделаю. Сейчас давайте поставлю ту, которая вот под рукой. Ну, например, вот как все-таки сохранить все отношения в мегаполисе. Вот она у меня под рукой. Здесь она пусть будет. А потом я ее заменю именно на тот вопрос, который нам нужен. Да? Как сделать красивую обложку к видео? Мы сейчас с вами открыли фотошоп и у меня есть несколько заготовок. Я хочу сказать, что обложки к видео вообще на самом деле лучше отдать дизайнерам, чтобы один раз они сделали вам шаблоны, а потом вы дальше уже с ними будете работать. Красивая виньетка. Я не думаю, что здесь должна быть встреча. Мы это слово сейчас уберем. То есть, видите, в принципе, все есть. Все заготовлено и можно просто заходить и вносить нужную информацию. Почему-то здесь нету этого слоя, куда вбивать этот текст. Но мы сейчас это изменим. То есть, у нас есть текст, который мы называем. У нас же есть... Мы его немножко отредактировали. Это на острые вопросы москвичи. Взаимоотношения, Украина, кризис и другое. Все. Значит, давайте на две строки здесь. Все это по центру. Все это теперь Ctrl-T. Я нажимаю, чтобы через кнопочку Alt потом отредактировать, поставить все на место. Видите, все-таки получается, что мне нужно еще дополнительно строка. То есть, не помещается. На острые вопросы, наверное, мы оставим. Москвичей перенесем. Я думаю, что даже мы можем вот эти вот слова перекрасить в какой-то особый цвет. Давайте возьмем какой-то цвет с шарфа Александра Геннадьевича. И будет красиво. И ответы на острые вопросы гипотетически можно сделать даже шрифтом не Condensed, а обычным. Просто робота. Видите, единственное, что этот желтый цвет, который я взял, не очень сильно заметен. Давайте зайдем и сделаем его более цветным, ярким. вот таким вот. Ну вот, видите, какая красота. Только слово встречи давайте уберем. JPEG сохраняя через файл Save for Web. Есть такая штучка. Вот я сейчас покажу. Ctrl-Shift, Ctrl-Shift, Alt-S. Четыре кнопки. Вы когда нажимаете, у вас появляется вот такой очень удобный интерфейс, где вы дальше уже выбираете настройки. Export. Вот он, видите. Save for Web. Ну, в принципе, сохраняем. Только давайте проверим размер файла. Здесь где-то он будет писать, что если у нас будет вот такое качество сжатия, то файл гипотетически получится 660 килобайт. Видите, вот здесь вот циферка указана. Если будет файл больше 2 мегабайт, он его не возьмет как виньетку. То есть, нужно всегда виньетки обязательно следить за тем, чтобы они были не больше, чем 2 гигабайта. Ну и соотношение 16 на 9, потому что они именно тогда получаются очень красивыми. Все, меняем виньетку. Так, 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 так. Где-то тут у нас мы загружали. Загружали, загружали. Это не то. Да, вот они. Ответы на острые вопросы москвичей. Заходим в изменение виньетки. Выбираем новый новый вариант. И теперь уже абсолютно спокойно идем дальше. То есть, монетизация отключена у меня при загрузке видео. Возвращаемся к началу вопроса о выкладке на YouTube. Итак, информацию мы все забили. Виньетку мы поменяли. Монетизацию мы отключили. В дополнение ничего не делаем. В проверке. Если бы здесь какие-то были вопросы, мы бы могли бы там ответить, что-то протестовать. В доступе мы говорим, что это пусть будет открытый доступ у этого видео. Прямо сейчас вот мы еще вебинары нас будет продолжаться. А видео это появится у меня на канале. Но давайте сделаем еще один очень интересный финт ушами. То есть, кнопку опубликовать я не нажал. Я сделаю вот такое. Мы закончим вебинар где-то через час. 13.37. Это матинское время. Давайте в 14.30 пройдет премьера этого видео. Это очень будет интересно. Там будет только невозможно будет вперед промотать. Только нужно будет смотреть от и до. и поэтому я говорю я хочу запланировать публикацию на сегодняшнее число 16 марта часовой пояс местное время на 14.30. Все. Теперь нажимаю кнопку назначить премьеру и таким образом ко всем моим клиентам ко всем точнее моим подписчикам придет информация что будет на канале Илья Афанасьева за полчаса премьера заходите смотрите. Так что пользуемся вот этими великолепными услугами YouTube канала как они все-таки научились хорошо работать жалко что вот сейчас какие-то есть серьезные ограничения в их работе и здесь в Казахстане кстати тоже ну все друзья все премьера запланирована все дела поздравляю вас мы вместе с вами прям на вебинаре смонтировали новое видео которого вообще никогда не было то есть вчера прошла трансляция сегодня мы его скачали редактировали аудио отредактировали видео и прямо сейчас выложили на YouTube отредактировали